Здравствуйте, уважаемый коллега! Меня зовут Виталий Круг. И сегодня я расскажу вам о конструкторе сайтов, который замечательно понимает русский язык и максимально помогает в создании сайта и новичку, и профессионалу. На этом конструкторе можно сделать и одностраничник, и блог, и сайт, и интернет-магазин. Мне кажется, это революционный конструктор по удобству и функционалу. Вот перед вами картинка, с которой начинается создание сайта. На ней сгруппированы готовые шаблоны дизайна для разных тематик сайтов, и вам достаточно найти шаблон, близкий вашей теме. Сейчас мы находимся в разделе «Услуги», где есть 25 готовых шаблонов. Если мы опустимся чуть ниже, то попадем в раздел «Розничные магазины» с 11 шаблонами. Далее идут разделы «Досуг и развлечения» с 5 шаблонами, «Организации» с 10 шаблонами, «Строительство и жилье» с 10, «Здоровье и спорт» с 9, «Искусство и дизайн» с 11, «Образовательные услуги» с 4, «Увлечение и хобби» с 8, «Личное» с 6 и прочее с одним шаблоном. Самое приятное, что любой шаблон можно легко переделать под себя. Предположим, нам с вами необходимо создать сайт, который будет рассказывать о лучших бесплатных курсах и видеоуроках. Для этого мы идем в раздел «Образовательные услуги» и выбираем шаблон «Начальная и средняя школа». Появляется страница, на которой нам предлагается ввести информацию о владельце сайта, то есть о вас. Вы можете это сделать, можете не делать. Я этого делать не буду. Нажимаю на кнопочку «Сохранить» и «Создать сайт». Через несколько секунд происходит загрузка практически готового сайта. Его теперь можно дорабатывать, улучшать в соответствии со своими предпочтениями. Начнем с раздела «Дизайн». В этом разделе есть 6 подразделов. Подраздел «Разметка» показывает, как может выглядеть сайт. Сайт может иметь вид с двумя боковыми колонками, как сейчас. С одной боковой колонкой. Причем на выбор «Слева» или «Справа». И без боковых панелей. Вообще это несомненное достоинство данного конструктора. Вы мгновенно видите результат своей работы. В других конструкторах или движках нужно что-то делать дополнительно. Либо «Сохранить» и «Опубликовать», либо «Выйти из системы», чтобы посмотреть изменения. Здесь вы все видите сразу, мгновенно. Также в подразделе «Разметка» вы можете задать ширину сайта. Ставим, например, так. Сначала сделаем две колонки, чтобы было поинтереснее. Дальше ставим 1100 пикселей. И сайт станет шире. Задайте обратно 960. И мы видим, что сайт стал уже. Далее хочу обратить ваше внимание на подраздел «Схема». В этом подразделе 80 готовых, профессионально подобранных цветовых решений, которые называются «Особый набор стилей». Например, мы нажимаем «Стиль зеленый модерн». И тут же видим кардинальную смену цветов сайта. Далее мы пробуем, например, «Апельсиновый сок». И цвета поменялись опять. Выбор огромен. Ниже расположен модуль раздельного оформления. Цвет схемы – это цвет основного фона или задника сайта. Сначала необходимо выбрать цвет по кругу. Затем внутри квадратика. Здесь мы выбираем насыщенность цвета. И видим, как мгновенно меняется цвет фона. Причем каждый оттенок имеет свой конкретный код. И видно, как этот код меняется в правом окошке. Ставим курсор на цвет схемы 2. И также меняем цвет и насыщенность, но уже для блока, где будет располагаться основной текст, то есть содержимое сайта. Цвет схемы 3 – это индивидуальное цветовое решение для меню и для подвала сайта. Ну и для чердака. Цвет схемы 4 – это возможность поменять цвет боковых панелей. Для тех, кто знает, как сложно поменять цвет в других конструкторах сайтов, эта функция здесь поистине волшебная. Но возвращаем, что у нас было. Пусть будет ноябрьское море. Правильным будет, прежде чем подбирать цвета сайта, определиться с верхним колонн-титулом. Его еще называют шапкой сайта. Так как наша шапка сайта с изображением, то при подборе цвета сайта необходимо учитывать цвета, которые есть в изображении. Шапку сайта мы также можем поменять в два клика, используя библиотеку изображений, которая имеется в конструкторе сайтов. Достаточно кликнуть по шапке сайта, и появляется маленькое изображение, раскрыв которое мы попадаем в библиотеку. В библиотеке 43 страницы. В каждой странице по 10 профессионально подобранных и профессионально сделанных изображений. Достаточно кликнуть по изображению. И она тут же появится в шапке сайта. На шапке сайта мы можем написать название сайта и слоган или девиз. Ну и также установить логотип. Но его нужно сначала подготовить. Установка и написание названия, логотипа решено гениально просто. Один клик по надписи «Мой сайт» и появляется редактор текста. Если мы вообще сотрём надпись, то появится подсказка «Нажмите здесь, чтобы ввести заголовок». Сотрём надпись «Сайт школы», то появится подсказка «Нажмите здесь, чтобы ввести под заголовок». Гениально! Вернёмся к редактору текста. Напишем заголовок «Моя школа самая лучшая». Увеличим размер. Поставим в нужное место, просто захватив курсора мышки вот этот крестик. Так, ну многовато. Сделаем 60. Поменяем цвет в уже знакомом нам цветовом редакторе. «Моя школа самая лучшая». Окей. То же самое проделаем с подзаголовком. Напишем «Знание сила». Закрестик переносим в нужное место. Кликаем на наше предложение или слово. Берём цвет. Делаем жирным. Можно наклон сделать. Тут контур, но его не видно. Можно поменять шрифт. Вот так. Вот у нас получилась оформенная шапка. Хорошо или плохо, здесь надо, конечно, подумать, подредактировать. Мы пока тренируемся. Если мы захотим поставить индивидуальное изображение, то тоже нет никаких проблем. Для этого в источнике изображения выбираем пункт «Свой файл». И конструктор покажет лёгкий способ загрузить изображение с вашего компьютера. В данном случае с моего. Естественно, в этом случае изображение необходимо заранее подготовить. Это изображение у нас уже с определенными надписями, поэтому название веб-сайта и слоган нам не нужны. Мы галочки напротив них убираем. Ну и также легко мы можем сделать шапку без изображения. Вернемся к информационной панели и перейдем в раздел «Страницы». В разделе «Страницы» мы можем создать собственное меню. В макете уже есть, для примера, какие-то пункты меню. Но вы можете любой пункт меню удалить, поменять. Ну, например, если нам не понравится пункт меню «Правила поведения», мы выделяем этот пункт, нажимаем «Удалить страницу». И она удаляется из самого сайта. Здесь она была, теперь её нет. В меню мы можем создать 2-3 уровня, то есть раскрывающиеся под меню. Вот как это выглядит в редакторе. Есть пункт «Меню», «Зачисление и оплата». У него есть под меню «Оплата». Можно ещё создать под меню «Рассрочка». Для этого выделяем оплата, нажимаем «Добавить страницу». Появляется под меню «Новая страница». Меняем название «Новая страница» на «Рассрочка». Оно тут же автоматически пишется в заголовке браузера. И для поисковых роботов название страницы в ссылке на английском языке. И вот у нас в меню «Зачисление и оплата» есть два под меню. Вот как это выглядит на самом сайте. Нажимаем, наводим на «Зачисление и оплата» и появляется под меню «Оплата» и под меню «Рассрочка». Здесь у нас нету, только вот на этой странице «Зачисление и оплата». Если мы захотим отказаться от выпадающего меню, достаточно опять зайти в раздел «Страницы», выделить «Оплата» и нажать на стрелочку влево. И под меню «Оплата» перешло в основное меню. То же самое можно проделать словом «Рассрочка». Вот она даже первая стала. Вот у нас слова, точнее страницы «Рассрочка» и «Оплата» теперь в главном меню сайта. Также легко опять переведем их в подменю. Таким образом можно поменять и очередность страниц. Вот, например, нам нужно учебный план поставить после главной страницы. А дальше пусть идет страница «О нас». Наводим на учебный план стрелочкой вверх. И учебный план идет после главной страницы. Следом идет «О нас». Что еще здесь продумано гениально, так это возможность перенести меню в любое место. Например, его можно перенести в левую боковую панель. Для этого наводим на меню, берем крестик и несем его в левую боковую панель. Вот оно у нас в левой боковой панели. Можем перенести его в правую боковую панель. Можем перенести в самый верх сайта. Ну и можем перенести в самый низ сайта. Ну, вернем его на место. Главное найти это место. Тут слишком много подсказок. Конструктор старается нам услужить, как-то помочь. Сюда поставьте, сюда. Может быть, вы сюда хотите. Вот такой услужливый конструктор сайтов. Далее. В информационной панели раздел «Документы». Здесь можно загрузить файлы, которые посетители могут посмотреть и скачать прямо с вашего сайта. Теперь о разделе модули. Здесь есть модуль текст и графика, который позволяет вам размещать текст и графику на любой странице. Модуль видео позволяет вставлять в сайт видеоролики без скачивания. Принцип работы любого модуля одинаков. Берете, вот появляется крестик, берете этот модуль и тащите его в то место, в которое хотите поставить. Обратите внимание, появляется подсказка «Весь сайт» или «Эта страница». Если вы поставите модуль в подсказку «Весь сайт», то его будет видно с любой страницы. Если нужно, чтобы этот модуль был виден только на данной странице, вы выбираете «Эта страница». Кстати, можно поставить выше надписи «Добро пожаловать на сайт школы», ниже надписи. Ну вот тут конструктор просто уже не знает, как сделать вам приятное. Но давайте поставим первым «Эта страница», чтобы он виден был только на этой странице. Отпускаем и появляется следующая подсказка. Для публикации этого модуля на вашем сайте укажите ссылку или код вашего ролика. Идем на YouTube. Допустим, вот нам нужно показать, как избавиться от головной боли. Собственно говоря, конструктор нас и так избавляет от головной боли по изготовлению сайта. Здесь мы нажимаем кнопочку «Поделиться». Вот этот код. Копировать. Переходим к нашему сайту и вставляем ссылку. В конструкторе достаточно ставить самый простой код и добавить «Ок». Посмотрим, что происходит. Тут же появляется данный видеоролик. Его можно теперь просматривать с нашего сайта посетителям. Давайте быстренько пробежимся по остальным модулям. Модуль «Галерея изображений». Предназначен для демонстрации ваших фотографий. Модуль «Блог». Поможет вам публиковать ваши мысли и ваши новости. Модуль «Онлайн магазин». Это модуль для онлайн торговли. Ну, сразу предупрежу, что здесь необходима регистрация. Модуль «Бесплатный». Регистрация бесплатная. Но тут есть свои нюансы. Это не все так просто. Модуль «Комментарии». Это модуль для управления комментариями пользователей вашего сайта. Он поможет заблокировать спам, удалять или разрешать публикацию. Модуль «Контактная форма». Для получения писем от пользователей без опубликования вашего имейл-адреса. Очень важный модуль «Поделиться». Если пользователям вашего сайта понравится какая-либо страница или весь ваш сайт, то этот модуль упрощает им задачу поделиться со своими друзьями этой информацией на своей страничке в социальных сетях. Давайте я его вам покажу. «Конструктор» предлагает нам выбрать «Оформление». Выбирайте вот этот вот последний. Нажимаете «Ок». И пользователям вашего сайта удобно будет опубликовать кто зарегистрирован в Facebook и в Facebook, кто зарегистрирован в Twitter и в Twitter, ВКонтакте, Google+, и куча каких-то других социальных сетей, которых тут, ну, по-моему, несколько сотен. Так, рекламный блок. Это работа с рекламодателями. Рекламодатель дает вам баннер и хочет, чтобы он был размещен на левой панели. Вы берете рекламный блок, вставляете в эту страницу или на весь сайт, как договоритесь с рекламодателем. Отпускаете. Появляется окошечко, куда вставляете вы код, который вам даст рекламодатель. Нажимаете «Ок». И здесь будет показываться баннер вашего рекламодателя за определенные деньги. И вы его в любой момент можете поменять, если он, рекламодатель, дает вам другой баннер. Удалить, если закончилось время его использования. Его можно установить и на правую панель, и в шапку сайта, и на страницу. Куда захотите. В конце видеоурока пару слов о том, как в данном конструкторе решен вопрос SEO-оптимизации. В переводе на простой язык это как сделать так, чтобы наш сайт, ваш сайт полюбили поисковые системы Google, Яндекс и другие. И показывали сайт всем заинтересованным пользователям в первую очередь. Для этого первое. Оптимизируем весь сайт. Заходим в раздел настройки и заполняем поля названия веб-сайта, описания веб-сайта и заполняем поле ключевые слова. Нажимаем ОК. Затем мы заходим в раздел страницы и оптимизируем каждую страницу. Вот у нас выделена главная страница. Нажимаем «Изменить описание и ключевые слова страницы». В открывшемся окне заполняем поле описания и поле ключевые слова. Нажимаем ОК. Затем выделяем другую страницу. Также нажимаем «Изменить описание и ключевые слова». Заполняем поля и нажимаем ОК. Таким образом мы оптимизируем все страницы. Теперь наш сайт после оптимизации будет понятен и Google, и Яндексу, и другим поисковым системам. Будет развиваться и приносить удовольствие и прибыль. Спасибо за внимание. Продолжение следует...